Здравствуйте, мои ребятки, мои дорогие! Вы опять на моем канале Вкусно нам! Сегодня я хочу вам предложить очень вкусный, очень полезный фасолевый паштет. Для этого у нас шампиньоны, отварная фасоль, укроп, острый перчик для пикантности, лучок и морковка. Естественно, мы должны потушить лук с морковкой и шампиньоны. Фасоль у нас уже готова. Раз, два, три! Как по волшебству, я уже все приготовила, натерла морковку, нарезала лук. Перчики я пока оставила целиком, мы посмотрим, добавлять вы или нет для пикантности. Еще у нас здесь есть укроп, посмотрите, зеленым лучком. Так, грибочки, прекрасные, красивейшие грибочки, посмотрите, какие они замечательные. И наша фасолька. А, забыла еще добавить, что обязательно специи по вкусу и творожный сыр. Теперь можно смело закрывать крышкой и оставить тушиться на медленном огне в течение 5-7 минут. Следующим этапом нашего приготовления будут шампиньоны. Я их выложила на сухую сковородку, потому что они достаточно выделят влаги и, конечно, не уменьшатся в объеме. Но нам их будет достаточно. Я закрываю крышечку и пускаю мне томятся минут 10-15. Ну что, все наши ингредиенты готовы. Морковка с луком потушены, грибочки у нас потушены, фасолька, зелень, сыр, специи. Теперь нам нужно сделать из этого всего изобилия очень вкусную икру. Для этого я буду использовать блендер. На этапе полуготовности нашего паштета я кладу туда немного сыра. Это придаст нежность и необычный вкус нашему паштету. Сыр, мне кажется, дружит с любыми овощами. Ну, приступим. И немножечко добавлю наших специй. Чуть-чуть совсем, много не нужно. Так, закрываем нашу чашу блендера и продолжаем. Давайте посмотрим, что же получилось. Посмотрите, какая консистенция. Великолепная. Это самый настоящий паштет. Превосходно. Посмотрите. А запах, если бы вы слышали этот запах, тушеных овощей и грибов. Великолепно просто. Сейчас мы выложим это в тарелочку. И я вам еще покажу, как можно подать эту икру. Ну вот, друзья мои, и готова наша великолепная... Не икра, я перепутала. Наш великолепный паштет из фасоли. Посмотрите, какая красота. И острый перчик пригодился. А это необычная лодочка из желтого перца для людей, которые берегут фигуру. Это очень вкусно, поверьте мне. А так можно еще положить ее на хрустящий хлебушек. Посмотрите, как красиво. Великолепно просто. Приятного аппетита. На здоровье, дорогие мои.